Мы не тестировали материалы на устойчивость к космосу. Там те же сидения, что и в обычном автомобиле. Это буквально обычный автомобиль в космосе. Мне нравится, как абсурдно это звучит. Ну что, прикалывается? Так значит, это обычный автомобиль, сказал сам Маск. То есть, не подготовленный к жесткой космической среде. Интересно, что же говорит официальная наука? Открытый космос – чрезвычайно агрессивная среда. Для того, чтобы перечислять все факты воздействия которых подвергается обшивка ступеней и прибора космических кораблей, понадобится серьезная научная работа. На околоземной орбите металл под прямыми лучами Солнца прогревается до 160 градусов по Цельсию. В то же время, в тени предметы будут остывать до минус 100 градусов. Невероятно. Поэтому для выхода в открытый космос используются специальные скафандры с надежной теплоизоляцией, нагревателями и системой охлаждения, защищающие человека от столь серьезного перепада температур. Во время высадки, якобы, конечно, на Луну, американцы использовали скафандры, в которых было 17 слоев защитных материалов. Короче, на автомобиль должна действовать агрессивная среда. А это не только металл и обычное лакокрасочное покрытие. Это также резина, ткань на сиденьях и пластик панели приборов. Ну и обшивки дверей, предположим. Помнится, как при сильной жаре в моей машине панель приборов так нагревалась, что ее даже слегка покорежило. Это было за 40 градусов по Цельсию. Даже взрывалась газовая зажигалка на вот этой самой торпеду. Но в космосе все намного хуже, так как там сильные перепады температур, огромные скачки и не 40 градусов, а более 100. Так говорят сами ученые, которые специально, как опять же, они сами говорят, подготавливают космические аппараты. То есть мы должны понимать, что в космосе творится настоящая вселенская задница. Но это не мешает автомобилю Тесла спокойно с пластиковыми панелями бороздить космическое пространство. А обычная автомобильная резина, ткань, краска, вся эта агрессивная космическая среда должна воздействовать на неподготовленный автомобиль и отдельные его детали. Возможно, должны произойти какие-то деформации, хотя бы панели приборов. А что насчет колес, резины, они накачаны или нет? Как сказал Маск, это обычные колеса. То есть, с одной стороны, специальная обшивка космических аппаратов и суперзащита 17 слоев космических скафандров, а с другой стороны, обычная машина Тесла кабриолет летит на Марс в одном странном положении уже столько часов, с многочисленными пузырьками или не пузырьками. Тогда объясните мне, что это такое и почему они все стремятся вверх. Еще один слой защитит космонавта от перегрева, если он находится на солнечной стороне, и наоборот, от охлаждения, если в тени. Максимальная температура может быть на Солнце до плюс 150 градусов, может нагреваться, и примерно такая же температура, отрицательная, на теневой части. За 8 часов работы в открытом космосе космонавт 5 раз пролетит вокруг Земли. Во время каждого витка перепады температуры будут колоссальными. Рекомендации автолюбителям. Летом автомобиль не должен продолжительное время находиться на солнцепеке, поскольку от ультрафиолета металл расширяется. Это способствует растрескиванию ЛКП машины, лакокрасочному покрытию то есть. И несколько фактов, как температура Солнца, которая фильтруется на Земле атмосферой, воздействует на пластик и краску. Сейчас вы смотрите картинки. У нас холод и дождь, а в Аризоне так жарко, что плавятся дорожные знаки. Смотрите, краска лезет. В некоторых местах термометры показывают до 76 градусов по Цельсию. Пластмассовый забор расплавляется. На солнце вы можете жарить печенье. Автомобиль, послушайте, должен водиться в защитных перчатках. Сдалась и потекла даже краска на дорожных знаках. Как вы видите, пластик просто растекается. Но это 76 градусов по Цельсию. А как мы слышали из предыдущего видео, температура в космосе доходит до 150 градусов. И для того, чтобы космонавты не зажарились, для них придумали специальные защитные костюмы. Скафандры с 17 слоями защиты и специальным охлаждением внутри с циркуляцией воды. Как же, как же, как же, тебе объяснить, что космоса нет? И каждый, каждый, каждый живет свою жизнь во лжи в отмене. Вправо, не влево, следит королева. До сыпи до работы, платись и работай. Как же, как же, как же, тебе объяснить, что космоса нет? Каждый, каждый, каждый живет свою жизнь во лжи в отмене. Вправо, не влево, следит королева. До сыпи до работы, платись и работай. До сыпи до работы, платись и работай. До сыпи до работы, платись и работай. Заболонилась сеть информации, без подтверждения, без регистрации. То, что не круглое и не вращается, эта теория с нами прощается. Солнце так близко, что можно рукой достать. Во всех учебниках бред, можно не листать им. Мы под куполом, космос, иллюзия. Все человечество было в контузии. ДОУЗИ! Продолжение следует...